здравствуйте еще раз здравствуйте сегодня у меня день посадок сегодня я на выкапывала там у себя на огороде и хочу вам поделиться с вами вот как квартире горшочки выращивать разные растения сегодня я буду вам рассказывать как я выращиваю горшочки саму лаванду лаванду посмотрите я выкопала маленький кустик большой куст не надо выкапывать какой не жалко она очень быстро пустит здесь такие вот стрелочки и стрелочек пойдут новые веточки главное условие нужно поливать когда вы будете садить ее вы хорошенечко вот так ручками ручками вот здесь вот возле вот там где стебель хорошенечко придавливаем чтобы не было здесь никаких просветов если будут просветы то она может загнуть хорошенечко придавили затем полились водичкой хорошо она любит тоже водичку любит цвет на светлом окошке расти вот это лаванда она очень полезна и вы знаете что очень вкусные чаи если у вас на огороде сейчас растет лаванда значит там у вас должны быть и веточки то есть и цвет вы обрываете этот цвет потом вы берете нарезаете кусочками маленькими можете не нарезать ну я нарезаю кусочками сушу засушиваю и потом вы знаете такой вкусный чай вы можете эти его цветочки бросать вместе с обыкновенной заваркой или просто так вот заваривать он очень очень полезный почитайте в интернете вот википедии там почитайте какой полезный вот не чай из лаванды так что вот смотрите лаванда она и зиму она зимует вот зимует и снег идет она зимует но когда вы посадите в горшок она же будет пахучая во первых не будет у вас не таракана у вас не будет никаких там молей всегда что делают от молей отпугивающие вот эти вот вешают такие приманки никакие букашки таракашки ну короче ничего вот вы можете выращивать такую вот лаванду и ставить возле перца кстати на перце обычно бывает ну часто частенько бывают разные паутинные клещи вы берете и ставите возле нее лаванда она очень быстро разрастается главное условие это поливать все дорогие мои вот что хотела то и рассказала посадите не пожалеете я уже садила я вот и мяту садило очень хорошо растет и лаванду это уже очень очень хорошо растет и запах очень хороший и nina она не привередливая на не болеет ничем и приживается не перебаливает ничего так что если есть лаванда пожалуйста садите садите побольше садите можете большой куст посадить если вы будете большой огромный садить начна до подрезать ее пойдут туда новенькие у вас тут стебелечки вот я сказала какую землю вам надо а еще когда вот вы если у вас много растет лаванды на огороде вы берете срезаете ее засушиваете для чая и еще вы берете веточки связали веточку она эти веточки они как суховатые и берете там кладовку в шифонер чтобы мой не заводилась очень хорошо или берете просто в стаканчик или вазочку поставили и даже вот у вас будет там стоять это как декор какой-то очень красиво будет и в то же время будет отпугивать всякую нечисть и потом она действительно отгоняет всякую нечисть из квартиры так что дорогие мои бежим закатываем рукава бежим выкапываем кустом ну что есть у вас какие кусты есть и все и она вас будет радовать целую зиму а потом если вам она надо есть летом не захотите уже тут выращивать вы можете пересадить в огород потом снова выкопать а можете и не выкапывать она все равно будет хорошо расти у вас на огороде все дорогие мои на этом я с вами прощаюсь вот желаю всего самого доброго пишите как вы выращиваете лаванду и вообще выращиваете ли вы ее на себя на балконе я вот например уже второй раз уже прошлом году я выращивала ее уже большой кустик был потом я посадила в огороде вот и кстати из одного куста у меня в огороде там 10 или 15 кустов появилось почему она очень быстро нарастает а потом как мы ее садим мы берем делим вот эти вот черенки делим вот так вот где корешок оторвали оторвали раскрыли так и каждый садим и потом из одной получается целый кустик поливаем только водичкой все до свидания подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите как вы как вы все это делаете все до свидания будьте все здоровы пока